На базе регионального информационно-аналитического центра участники клуба экспертов Волгограда встретились с председателями крупных общественных организаций. Тема встречи – роль таких организаций в формировании диалога между обществом и властью. Всем известно, что их деятельность позволяет выявить насущные проблемы общества и решить их своими силами или в диалоге с властью. Кроме этого, работа таких организаций формирует общественное мнение. На сегодняшний день в Волгограде и области около 200 общественных организаций. Многие из них формируются в национальной диаспоре. Эффективность их работы можно оценить уже потому, что о внутренних или внешних проблемах таких диаспор мы слышим очень редко. Работа ведется очень активно и эффективно. Она, может быть, не так сильно отвечает в СМИ, но работа колоссальная. Наш регион очень многонациональный. И вот именно работа внутри диаспор, внутри этих общественных организаций позволяет мирно существовать и гасить те возможные конфликты, которые провоцируются. Работа общественных организаций охватывает практически каждую сферу жизни человека. Особенное место в Волгограде уделяется проблемам семьи. Консультация многодетных мам, помощь семьями с детьми-инвалидами и приемными детьми. Как показывает опыт, решать эти проблемы проще на таком уровне. Самая главная проблема многодетной каждой семьи в том, что они как отдельное государство. И они очень редко выходят на контакт с другими семьями, не только многодетными, а вообще на контакт с обществом в силу своей занятости, внутрисемейной. И вот общество многодетных, я думаю, могло бы не только поделиться своим опытом, потому что родителями все становятся, но не все ими рождаются. То есть учимся быть родителями. У всех много детей, у нас шестеро. И мы свои проблемы пытаемся своими внутренними резервами решать. Но тем не менее, быстрее всего проблемы решаются, когда есть диалог и партнерство с властью. Мы договорились с общественными организациями города Камышина и Камышинского района, с обществом ветеранов войны и вооруженных сил, с обществом боевое братство, с рядом других организаций, что мы организуем такой постоянно действующий, я не знаю, как правильно сказать, ну, наверное, постоянно действующий процесс, когда у нас каждые две недели будет от Камышина и Камышинского района идти транспорт, и ветераны будут завозиться в наш госпиталь ветеранов войн. И будут там обследоваться, будут две недели проходить обследование, лечение, укрепление здоровья комплексное. Вот мы договорились с ними, они составили списки ветеранов и составляют вместе со службами города и района, с социальными службами, график. Муниципальная власть взяла на себя доставку ветеранов, то есть не нужно ветерану самому добираться до госпиталя, не нужно там попадать сюда по направлениям врачей. Мы такой график, руководство госпиталя пошло навстречу, мы там отремонтировали палаты, выезжали вместе с руководителем госпиталя, руководство откликнулось на нашу просьбу, встречались с ветеранами, очень с энтузиазмом восприняли люди, и вот завтра мы первый автобус встречаем в госпитале, размещаем, и начинается этот процесс, который будет идти весь год. Роль общественных организаций в современном обществе значительно возрастает. На круглом столе было предложено провести социологический опрос среди населения о роли в их жизни общественных объединений, так как на слуху у волгоградцев, по мнению экспертов, не так много организаций. А ведь именно такие объединения являются посредниками в решении наболевших общественных вопросов с органами власти.